всем добрый день это мое второе видео про ноутбук msi modern 14 купленного в розетке он у меня уже три недели я его немножко потестировал вот полет нормальный возникли некоторые нюансы про которые я вам сейчас расскажу возможно не будут вам полезны вот и начнем с того что мы включим сейчас ноутбук и попробуем и попадем в bios для того чтобы попасть здесь bios нужно держать кнопку дарит при включении то есть берем включая ноутбук и держим кнопку дэлит дали пока компьютер включается снимаю держа камеру в руках поэтому может быть и легкие подрагивания вот пока не купил нормальную подставку почему смотрите вот такой bios причем bios как я понял тип у него ю и фай это означает что когда вы будете делать флешку с системой загрузочную она должна быть изначально оформлена как флешка с загрузочником ю и фай вот для того чтобы загрузиться с флешки то есть вы делаете на ком-нибудь другом компьютере загрузочную флешку с нужной системой и вот здесь есть опция будет немножко засвечивается есть опция будет где мы можем выбирать тип загружаемого устройства и для того чтобы нормально загрузиться лучше всего все устройства подключать кроме одного вот она звучит как хард диск ну это называется а нет в данный момент у меня стоит уже свинчестер загрузка но когда будет загружаться с флешки вам необходимо будет выбрать опцию юсб хард диск вот и кроме того для того чтобы загрузиться с флешки изначально бился нужно будет отключить опцию security security boot вот она здесь сейчас включена потому что я уже буду загружаться с встроенного диска вот но когда будет устанавливать с флешки мы там нужно будет отключить вот пока покажу какие тут есть информационные вещи разные так раз системная информация которую показывают advanced вот ну в общем в таком варианте bios довольно стандартный однако тут есть такая возможность которая позволяет включить в биосе скрытые возможности и для того чтобы их включить нужно одновременно нажать пять клавиш вот кнопку fn fn control shift нажать и одновременно с alt и f2 и тогда мы перейдем в дополнительные настройки биоса минутку значит я их сейчас нажму и потом кадр вернется так я выполнил эту комбинацию клавиш нажал и вот мы уже видим что появились а дополнительная информация дополнительные настройки как их использовать решать вам как бы не нужно в них разбираться чтобы что-то будете серьезно настраивать тут видите можно и процессор настроить и карту и другие разные вещи я так подозреваю что некоторые из этих настроек они вообще бесполезны например айди configuration здесь стоит в 2 поэтому это опыта будет наверно бесполезно вот что же теперь перейдем к загрузке я установил тестовую систему минус 10 просто для демонстрации возможностей и проверки винчестера ноутбука так ноутбук загружается тут обнаружилась одна такая неудобная вещь что в этом ноутбуке три разъема юсби и только один из них юсби 30 причем у него разъем не стандартный юсбишный как у 20 версии тип тайп си поэтому флешку даже если на юсби 3 и стандартного разъема она просто здесь с полной скоростью работать не будет поэтому необходимо в таком случае докупать специальный переходник так система загрузилась а сейчас я в нее войду так вот как она выглядит когда работает по клавишам допустим место к интересной возможности как нажимаем так стоп это не то переворот экрана так извините сообщение вот поворот экрана что-то он не работает минуту а вот сработало то есть видите это сейчас обычное положение нажимаем кнопку и изображение как бы отзеркаливается и сделано это для того чтобы ну вот у ноутбука есть возможности полностью откинуть часть экрана вот чтобы показать своему собеседнику какую-нибудь информацию на экране то есть экран полностью разгибается и чтобы собеседнику было удобно смотреть и не вертеть ноутбук можно экран перевернуть так установил я здесь тестовую программку мои до 64 сейчас мы запустим вот она запустилась а давайте пройдемся по некоторым экраном вот суммарная информация то есть возможно потому что показываю кому-то пригодится плата центральный процессор у нас пожалуйста видно его возможности сейчас так выскочила меня сообщение что нужно перезагрузить ну сделаем это потом память спадашка памяти чипсет bios дисплей графический процессор теперь еще покажу вам одну интересную вещь которая будет полезна и желательно узнать она принципе упоминается инструкции но люди часто эти инструкции не читают или читают уже в самый последний момент и вот здесь при установке уже на диске завода есть отдельный диск выделенный он называется drive сиди и на этом drive сиди расположены все необходимые драйвера для этого ноутбука его ни в коем случае нельзя удалять то есть вы как бы при установке системы выбирайте себе диск разбивать и там оставшись информацию оставшееся пространство но именно этот драйв сиди вы не удаляете вы можете установить систему после этого перейдя на диск запустив программу установщик и уже когда программу установите уже можно будет эти драйвера куда-нибудь записать отдельно и очистить этот диск и присоединить его к другому тем самым у вас будет еще немножко пространство около 10 гигабайт также у меня установил такую программку для тестирования видео фурмарк называется я запущу на тех установках которые есть так где у нас кнопка cpu гпу ну давайте вот такого разрешения go нет в этом разрешение не запустится давайте в этом вот такой бублик ну то есть по производительности видеокарта здесь встроена и соответственно не очень мощно то есть в основном ноутбук больше для работы а поиграть это так иногда случайно и не очень требовательные игры ну и по производительности встроена видеокарта доходит до уровня внешне gt240 я смотрел по тесту сравнивал так и вот некий результат вот что еще показать интересно по поводу экрана просили у меня спрашивали про экран к сожалению через телефон прям качество не передастся в принципе качество приемлемо поскольку я на этом ноутбуке графика заниматься не буду то для работы с кодом там и другими вещами очень даже достойный экран сейчас попробуем запустить меня уже кончается память вот все мне к сожалению смартфон не кончается информация поэтому я буду завершать всем спасибо если было полезно то ставьте лайки